Еще про интегрирование. Первая вещь, которую я хотел сказать, это то, что интегрировать можно не только непрерывные функции, но до сих пор мы обсуждали преимущественно всякие разные сюжеты, связанные с интегрированием непрерывных функций. Формула Newton-Leibniz работает в том случае, если функция, которая стоит под интегралом, является непрерывной. Мы доказывали, ну не доказывали, а я сформулировал теорему о том, что если функция непрерывна, то она обязательно интегрируема и так далее. Но, в принципе, интегрировать можно не только непрерывные функции, а именно, давайте я условно напишу за пределами непрерывности. Утверждение. Если у функции есть конечное число точек разрыва типа скачок, то есть когда есть правосторонний или левосторонний предел, то она интегрируема. То есть если функция в целом как бы непрерывна, но при этом в некотором конечном количестве точек она разрывна, и у нее там есть разрывы типа скачок. Давайте я уточню, что имеется в виду, что в остальных точках она при этом должна быть непрерывной, конечно. Ой, не то я выделил. Значит, а в остальных точках непрерывно. Давайте я покажу, что это может означать. Допустим, у нас есть какая-то функция. Значит, скажем, у нас есть функция, которая от единицы до двойки определена каким-то одним образом. Скажем, она там просто совпадает с графиком y равняется x. Вот такая вот штука. Потом, допустим, в точке 2 она принимает какое-то другое значение. Например, от 2 до 4 у нее какие-нибудь другие значения. Скажем, например, в точке 2 она принимает значение 0, а дальше растет по параболе. Например, вот так вот как-нибудь. Ну, вот что-нибудь в таком роде. Допустим, до точки 4. Ну и, скажем, еще после точки 4 тоже как-нибудь мы ее определим. Скажем, до точки 5. Определим константой. И пусть это будет констант, скажем, 1. Так, я забыл расшарить. Нет, не забыл расшарить. Так, может быть, убирающийся разрыв. Да. Значит, сейчас отдельно скажу про устранимые разрывы. На самом деле устранимые разрывы вообще никак не влияют на интегрируемость. Значит, а вот если бесконечное количество, то сейчас это мы обсудим отдельно. Значит, по крайней мере, вот я делаю такое утверждение. И иллюстрация к этому утверждению. Значит, мы можем выбрать. То есть, тут у нас есть функция, которая определена по-разному на отрезках. От 1 до 2, от 2 до 4, от 4 до 5. Сейчас я не очень удачно нарисовал. Непонятно, какое значение принимается в точке 4. Давайте я вот здесь это выклюю значение. И мы можем определить какой-нибудь интеграл. Скажем, интеграл от 1,5 до, скажем, 5. И этот интеграл будет выглядеть так. Это будет такая площадь под всей этой кривой. Он будет состоять из нескольких кусочков. Значит, можно разбить все это дело на несколько частей. Собственно говоря, ровно по этим самым точкам разрыва, типа скачок. И просто рассмотреть по отдельности несколько площадей. Вот эту вот первую площадь под первым кусочком. Вторую площадь под вторым кусочком между двумя точками разрыва. И третью площадь, соответственно, под третьим кусочком. Значит, вот такая сумма площадей. Это и будет интеграл от нашей функции. Значит, в общем случае, если у вас, допустим, B1, B2 и так далее, Bn, точки разрыва. Значит, точки разрыва типа скачок. Вы можете сделать следующее. На каждом отрезке доопределить функцию по непрерывности. До или переопределить функцию по непрерывности в концах. Надо потом сказать, что интеграл, допустим, у нас есть точка, допустим, у нас здесь есть точка A. Вот эта вот точка, левый конец интегрирования. И у меня есть какая-то точка B, правый конец интегрирования. И точки B1, B2 и так далее, Bn находятся между ними, эти наши точки разрыва. Тогда интеграл от A до B f от x dx развивается в сумму интеграла от A до B1 f от x dx плюс интеграл от B1 до B2 f от x dx плюс и так далее. Дальше будет от Bn до B f от x dx. Это некоторое утверждение, которое, опять же, можно было бы доказывать. Но я не хочу сейчас этим особо сильно заниматься. Смотрите, какая идея, почему я говорю, что можно до или переопределить функцию в конкретных точках. Вот, например, здесь у меня сейчас слева, скажем, если я рассматриваю отрезочек от 1,5 до 2, то у меня в точке 2 функция не является непрерывной. Но я могу, просто рассматривая этот интеграл на этом отрезочке, считать, что здесь в правом конце функция, значит, я переопределю вместо того, чтобы функция принимала значение 0, пусть она принимает значение 2, значит, сделаю вот такое переопределение. И буду рассматривать вот на этом кусочке, буду считать, что эта функция непрерывная и ведет себя вот так. А на этом кусочке я забуду про то, что я тут что-то переопределял, и буду рассматривать вот такую вот непрерывную функцию. Ну, просто чтобы у меня все функции были непрерывными на каждом отрезке. Отвечая на вопросы про устранимые разрывы, дело в том, что если у вас есть две функции, значит, давайте я сделаю такое утверждение, модификация функции в конечном числе точек не влияет на интеграл. То есть, иными словами, это означает следующее, что если у вас есть f, это интегрируемая функция, и если есть функция g, которая устроена так, значит, g от x равняется f от x, это верно для всех x, допустим, так, для всех x из области определения f, совпадающей с областью определения g, кроме конечного числа точек. Тогда интеграл функции g от x dx на каком-то отрезке равняется интегралу на этом же отрезке функции f от x по dx. Понятно ли это утверждение? Давайте я попробую его немножко прокомментировать. Смотрите, почему это так? Почему было бы логично ожидать, что это так? Давайте представим себе, что у меня есть какая-то функция. И вот какая-нибудь. Я ее нарисовал непрерывно, но это не очень важно. И я взял и ее модифицировал в конечном количестве точек. Взял и сказал, что вот в этой точке у меня значение будет не таким, каким оно было, а каким-нибудь другим, вот таким. И вот в этой точке будет тоже другое значение. Вот такое вот. Почему я утверждаю, что эти точки, изменения в этих точках никак не повлияют на интеграл? Ну, давайте посмотрим, как устроен интеграл. Чтобы найти интеграл, мне нужно написать интегральную сумму. То есть мне нужно выбрать какое-то разбиение. Дальше выбрать в каждой точке отрезков этого разбиения по точечке. И вот у меня получится какая-то интегральная сумма. Дальше, когда я выбираю точку в том отрезке, на который попала моя точка модификации, я теоретически могу выбрать какую-то точку, которая не совпадает с этой точкой модификации, а могу выбрать самую точку модификации. Но это означает, что я могу выбрать либо какой-то прямоугольничек, который у меня и раньше до модификации входил в эту интегральную сумму, либо я могу выбрать в качестве той точки, в которой я считаю значение функции, могу выбрать ту самую точку, в которой я это значение модифицировал. Понятно, что будет некоторая разница между этими двумя площадями. Вот у нас есть такой прямоугольничек и у нас есть вот такой прямоугольничек. Понятно, что разница будет. Но почему я говорю, что эта разница не очень важна, почему я считаю, что ее можно пренебречь? Значит, здесь справа во второй точке модификации то же самое. Значит, у меня может быть вот такой прямоугольник, а может быть вот такой прямоугольник. Значит, опять же, я утверждаю, что неважно, какую я точку выбираю, я считаю, что это ни на что не повлияет. Почему я так считаю? Ну, конечное число этих будет прямоугольничков, а их площадь к нулю, суммарная площадь всех этих ненормальных прямоугольничков тоже к нулю стремится. Да, 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 совершенно верно. Да, значит, идея состоит действительно в том, что, значит, когда мы будем наращивать количество отрезков разбиения и уменьшать их длину, у нас, значит, вот эти горизонтальные, как это называется, ширина, наверное, такого прямоугольника, она будет становиться все меньше и меньше, они будут стремиться к нулю. И действительно, те изменения, которые в результате вносятся в интегральную сумму за счет того, что вы какие-то конкретные точки передвинули, но они будут приводить просто к тому, что в худшем случае у вас изменится конечное число этих самых прямоугольников. Но площади этого конечного числа прямоугольников стремятся к нулю просто, потому что у них высоты все ограничены, потому что у нас, значит, изначально функция была ограничена, если я меняю значение функции в конечном числе точек, она все равно по-прежнему ограничена. И поэтому от того, что я одно заменил на другое, ну, я заменил какую-то величину, которая умножается на величину, которая стремится к нулю, на какую-то другую величину, которая умножается тоже на величину, стремящуюся к нулю. Но от этого стремление к нулю никуда не делось. Давайте я напишу как-то текст об этом. Точки модификации попадают на конечное число прямоугольников. Изменение высоты конечного числа прямоугольников умножается на стремящуюся к нулю ширину и не влияет на предельную площадь. Понятно ли это рассуждение? Да, понятно. Тем самым, отвечая на вопрос Дмитрия и Артема про устранимые разрывы, если у вас разрыв устранимый, то это означает, что он никак не препятствует интегрируемости. Вы можете переопределить функцию в одной точке, сделать таким образом функцию непрерывной. После этого непрерывная функция прекрасно образом продифференцировалась. Интеграл от этого не поменяется. Стало быть, раз это непрерывная функция, интегрируемая, то значит и функция, которая отличается от интегрируемых просто в конечном числе точек, тоже интегрируемая. Дальше возникает хороший вопрос. А если бесконечное количество точек, но, допустим, счетное? То есть вот у вас есть какая-то последовательность точек, значение в которой вы функцию модифицировали. Тогда интегрируемость сохраняется или нет? Сохраняется. Нет. Ну, если бесконечное количество. Взяли просто отрезок. Ну, значит, вопрос про бесконечное, но счетное. То есть у нас есть какая-то последовательность точек. Ну, вот понятно, что вот это рассуждение, которое я здесь сейчас привел, оно перестанет работать, потому что затронутыми могут оказаться не только конечное число этих прямоугольничков, но и бесконечное число прямоугольничков. И в этом случае вот это рассуждение, что их совокупная ширина, на которую мы будем умножать, это изменение, что она обязательно стремится к нулю, а она перестает работать. Ну, хорошо, можете привести пример, когда все-таки это ломается? Ну, хорошо, можно сказать так, смотрите, мы знаем то, что множество рациональных чисел равномочны множеству натуральных, значит, счетно, да? Вот, и мы говорим, что да, и в рациональных пусть будет значение 0, а в рациональных 1. И понятно, что, наверное, на отрезке от 0 до 1 суммарная площадь будет, ну, я не знаю, ни 0, ни 1, очевидно. Что-то между. Да, вот Сергей тоже в чатике написал про функцию Дерихле. Это действительно хороший пример. Значит, с счетным множеством точек так уже не работает. Пример функции Дерихле. Значит, можно считать, что функция Дерихле была сделана из функции, которая просто тождественно нулевая, но которую модифицировали таким образом, чтобы в счетном числе точек, именно во всех рациональных точках, у нее поменяли значение и сделали это значение рациональным. И сделали это значение, равное единице. Такая функция не является интегрируемой. Значит, функция Дерихле не интегрируема, по крайней мере, с точки зрения того интеграла, который мы определили. Значит, функция Дерихле не является интегрируемой. Почему у вас там написано то, что ноль, если х, не принадлежит вещественным числам? Там же это рационально надо поставить. Да, да, да. Напечатка, да, спасибо. Значит, функция Дерихле не является интегрируемой, по Риммуну. Значит, я специально пишу, не является интегрируемой, по Риммуну, потому что, возможно, вы когда-нибудь будете изучать другую конструкцию для интеграла, под названием интеграл Лебега. Но с точки зрения интеграла Лебега функция Дерихле является интегрируемой. А с точки зрения интеграла Риммуна нет. Интеграл Лебега чуть-чуть посложнее строится, и, как правило, в первых курсах анализа его не обсуждают, хотя это реально, так сказать, тот интеграл, который реально используется в тех разделах математики, где важно увеличивать класс интегрируемых функций настолько, насколько это возможно, например, в теории вероятности, использовать интеграл Лебега. Можно два вопроса маленьких? Вопрос первый. Для тех функций, которые мы умеем интегрировать, эти интегралы совпадают. Вопрос второй. А для Дерихле он чему примерно равен? Он неопределен. А, в смысле, чему равен интеграл Лебега? Интеграл Лебега, эта функция Дерихле равен нулю. На самом деле, довольно легко понять, почему должен быть интеграл Лебега. Можно обосновать, почему можно сказать, что площадь вот такой штуки должна была бы быть равняться нулю. Значит, вот у вас единица во всех рациональных точках и ноль во всех иррациональных. Дело в том, что рациональных чисел, как мы знаем, счетное число. Это означает, что их можно всех покрыть маленькими отрезочками. Причем настолько маленькими, что их суммарную площадь, их суммарную длину можно сделать сколько угодно маленькой. Делается это так. Вот давайте представим себе, что я занумеровал все рациональные числа каким-то образом. После этого я хочу покрыть все эти рациональные числа отрезочками суммарной маленькой длины. Как это сделать? Заметьте, что отрезочки в конструкции интеграла Лебега, отрезочки, там есть отрезочки при построении мер Лебега, они не обязаны быть одинаковой длины. Вот как бы мы хотели покрыть все рациональные числа отрезочками так, чтобы их суммарная длина была как какой угодно маленькой. Каждый в два раза меньше. Да. Нужно просто взять первый, покрыть каким-то маленьким, значит, каким-то маленьким отрезочком размера эпсилон, второй отрезочком, второй точкой отрезочком эпсилон пополам, третью эпсилон на 2 в квадрате и так далее. Значит, общая сумма геометрической прогрессии с изнателем 2 будет стремиться к какому-то конечному числу. Значит, если я все эти числа умножил на эпсилон, то это означает, что я это конечное число умножил на эпсилон. Поэтому, в принципе, вот эта фигура, вот такая вот, которая как бы под график функции Дерехлеа, находящаяся над горизонтальной осью, то, от чего считается площадь при вычислении интегралов, ее можно поместить внутрь сколь угодно маленькой коллекции из бесконечного количества прямоугольников. И поэтому логично, что если мы спрашиваем, какова суммарная площадь, ну, логично сказать, что эта суммарная площадь должна была бы быть равна нулю, потому что она как бы содержится в объекте, площадь которого, с разумной точки зрения, сколь угодно маленькая. Ее можно поместить в объект сколь угодно маленькой площади. Но с точки зрения того определения интеграла, которую мы сейчас ввели, вот это как бы слишком тонкая конструкция. С точки зрения того интеграла Риммана, который мы ввели, функция Дерехле просто не интегрируема. Ну, просто потому, что вы в каждом, когда вы разбиваете, значит, вашу отрезок интегрирования разбиваете на кусочки, вы в каждом кусочке можете выбирать произвольным образом точку, и в зависимости от того, как вы ее выберете, рациональным или иррациональным числом, вы можете там получить соответствующий элемент интегральной суммы, либо равный нулю, либо равный единице. Поэтому общая интегральная сумма на всем отрезке может быть либо нулевой, либо единицей, либо чем угодно в промежутке. Ну, вот здесь видно, что разные определения, которые, в принципе, пытаются формализовать одну и ту же идею, идею площади, они могут давать разные ответы. Но я сейчас совершенно не собираюсь сильно углубляться в теорию интеграла Лебега. Это нужно отдельный курс читать, вводить меру Лебега, дальше вводить интеграл Лебега. По крайней мере, видно, что бывают неинтегрируемые по Риммону функции. И вот мы можем привести пример такой функции. Значит, если вам интересно с этим повозиться, вот вам задачка. Можно рассмотреть такую функцию, которая называется функция Риммона, и она устроена так. Значит, она равняется единице на q, если x равняется p деленное на q, рациональная, и 0, если x иррациональная. Задача выяснить, является ли функция Риммона, интегрирована по Риммону. Эта штука очень похожа на функцию Дерехлея, но только, видите, здесь значение, здесь поделенное на q, имеется в виду несократимую дробь. Значит, значения в рациональных точках оказываются равны не единице, а равны единице, деленное на знаменатель соответствующего рационального числа. Ну, вот, можете изучить вопрос о том, является ли такая штука интегрируемая по Риммону. Такое хорошее упражнение. Вот, давайте я еще еще приведу такой пример. Значит, возвращаясь все-таки к интегрируемым функциям. Вот, например, есть такая функция, которая называется, скажем, сигнум x. Она у вас была на медтерме. Значит, сигнум x – это единица, если x больше нуля, 0, если x равняется 0, и минус единица, если x меньше 0. Значит, что вы можете сказать про, допустим, интеграл от минус единицы до… Сейчас, Саша, я не всем понял, что вы спрашиваете. Значит, у функции Риммона разрывов еще одно число, да, бесконечно много. Не понял, причем здесь простые числа. Значит, здесь речь идет просто про все рациональные числа, все несократимые дроби по инаку. Нескратимых дробей же бесконечное множество нет. Ну, нескратимых дробей же бесконечное количество, и, значит, у нас функции Риммона не интегрируем. Нет, такого я не утверждал. Я утверждал, что вот такое рассуждение и вот это утверждение само по себе не работает для случая бесконечного количества точек. Бесконечного количества точек разрыва. Ну, то есть, ну как, что говорит это утверждение? Утверждение говорит, что если у функции значит, конечное число точек разрыва, ну или там предыдущее утверждение, вот это утверждение, если у функции есть конечное число точек разрыва, типа скачок, то она интегрируема. Это утверждение ничего не говорит про функции, у которых бесконечное число точек разрыва. Понятно. Такая функция может как быть интегрируемой, так и не быть. вот вопрос кто такой интеграл от минус единицы давайте я какую-нибудь другой переменной буду использовать допустим сигнум t dt что-то у нас есть функция сигнум как она устроена минус единица при иксах отрицательных в нуле 0 и единица в иксах положительных вопрос кто такой ее интеграл например от минус единицы до x что здесь у нас минус единицы где-то находится x он может находиться слева или справа от нуля ну да в этом все конечно правда зависит а разве потому что мы доказали несколько десятков минут назад не следует что этот разрыв ни на что не влияет и можно спокойно посчитать нет ну смотрите это это не устранимый разрыв то есть интеграл можно посчитать но сам себе разрыв конечно влияет на интеграл потому что это но этот разрыв заставляет нас при вычислении этого интеграла рассматривать отдельно кусочек который который идет до точки разрыва кусочек который идет после точки разрыва здесь можно вот эту точку можно перемещать при необходимости либо суда либо суда допустим если у вас смешает интегрирование функции которая вот в этой точке вот в этой точке не является непрерывной вы можете ее сделать в этой точке непрерывной так сказать вот на этом отрезке да давайте посмотрим что получается ну давайте рассмотрим два случая первый случай если если x оказался меньше нуля ну тогда мы просто живем вот в этой области и наш интеграл это просто то же самое что интеграл от минус единицы до x от числа минус 1 значит сигнал тдт это просто интеграл от единицы до x от числа минус 1 как проинтегрировать константу это просто площадь прямоугольника с высотой 1 и значит это что такое минус единицу умножить на x минус 1 то есть это и есть просто 1 минус x так правда я написал это как странно не должно быть так если подставляю x равное минус 1 то мне должно получиться 0 он мне не получается должен быть модуль где-то не на час я у меня сейчас нет никакого модуля потому что я рассматриваю только случаях с меньше нуля так а почему минус 1 минус x а потому что у меня потому что у меня предел интегрирования неправильно написано здесь минус единица должно быть конечно значит здесь должно быть x минус минус 1 то есть x плюс 1 поэтому здесь должно быть минус единица минус x вот так должно быть теперь работает значит это если x меньше нуля а если x больше нуля тогда что вы можете сказать про этот интеграл значит ну вот можно по тому принципу который мы обсуждали выше можно разбить его в сумму двух интегралов а именно интеграл от минус единица до нуля вот числа минус 1 плюс интеграл от нуля до x от числа 1 значит опять же вот здесь вот как раз я сделал то что обещал значит я игнорировать тот факт что на самом деле в точке ноль который здесь является верхней границей интегрирования что на самом деле здесь значение у функции не минус единица на самом деле она ноль ну и ладно говорю я не страшно я модифицирую функцию в одной точке ни на что это не влияет поэтому здесь вот я сейчас напишу просто минус единицу извините а можно вопрос давайте если у нас например вот вот первом пункте x равно минус 0 5 получается что игра будет отрицательным но это бывает такое но конечно интеграл будет отрицательным потому что мы интегрируем отрицательную функцию по отрезку которого правый конец правее левого то есть мы рассматриваем вот такого типа площадь но при этом эта площадь она берется со знаком минус потому что значение функции здесь отрицательное ну как бы представьте себе что вот эта вот штука это какая-то скорость движения а значит мы знаем что интегрирование и дифференцирование это взаимно обратная операция это означает что если меня интересует где я нахожусь я хочу понять это по скорости то когда я буду допустим я старту в момент времени минус 1 в точке 0 двигаюсь я здесь со скоростью минус единицу то есть я двигаюсь назад это означает что чем дольше я двигаюсь тем больше вот эта площадь тем на самом деле дальше назад я уехал как бы отрицательное значение функции вносит отрицательный вклад в интеграл поэтому все правильно площадь здесь будет значит вот на этом на этом интеграле на этом интервале интеграл будет отрицательным как убедил вот ok значит что у нас теперь получается здесь первое слагаемое это просто минус единица а второе слагаемое это x значит и если мы теперь совместим две формулы которые здесь написаны значит при иксах отрицательных получается вот такая штука а при иксах положительных получается вот такая штука то действительно можно увидеть что сергей который написал давно уже в чатик что ответ будет минус единица плюс модуль x прав правда ограничение что x больше минус 1 не нужно если x оказалось меньше минус 1 то это тоже ни на что ничего не портит бывает такое что у интеграла правая граница интегрирования левее левой в этом случае просто его знак меняется ну то есть она не правая будет уже тогда верхняя граница интегрирования левее нижней так будет правильно сказать вот значит таким образом интеграл от минус 1 до x сигнум x это есть минус единица плюс модуль x а значит как можно как можно про это думать как можно на это дело смотреть еще начну вот давайте посмотрим давайте построим график нашего сигнума и вот такого вот например интеграл выглядит это будет примерно так вот у нас график сигнума и значит вот тот график интеграла который у нас получился значит у нас значение в нуле оказалось равно минус единица а здесь это просто модуль x вот ну вот смотрите значит что у нас получилось во первых вот эта функция так давайте все-таки здесь напишу правильно пусть это будет сигнум t dt значит во первых видно что та функция которая кстати получилась интеграл с переменным верхним пределом что эта функция во первых что она непрерывно во всех точках ну и так на самом деле всегда будет и у меня у нее производная совпадает с под интегральным выражением во всех тех точках в которых она дифференцируема вот здесь в точке разрыва нашего под интегрального выражения функция оказывается не дифференцируема здесь возникает 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 излом но это как раз связано с этим с этим нарушением разрыва и именно поэтому в этой точке перестает работать формула ньютон-лебница но тем не менее если посмотреть глобально на всю вот эту функцию которая кстати получилась она является ну в некотором смысле она является первообразной для всей вот той функции которая здесь написана а значит а именно на любом отрезке на котором на котором вот эта функция которую мы кстати получили дифференцируема она совпадает ее производная совпадает с нашей исходной функцией но но бывают точки в которых дифференцируемость нарушается но в этих точках по крайней мере функция непрерывна иногда такую первообразную называют точной первообразной значит такая штука которая за исключением конечного числа точек которая производная совпадает с производной нашей функции а в конечном числе точек производной может не существовать но функция все равно непрерывна вот ну и вообще значит вообще если можно такое утверждение сформулировать значит если f интегрируема то интеграл от любого a до x f от t dt непрерывная функция непрерывно по x вот ну давайте я даже скажу два слова почему это так давайте просто докажу это значит ну смотрите что мне нужно сказать вот у меня есть какая-то интегрируемая функция и вот у меня есть значит какая-то точка a какая-то точка x давайте какая-то точка x0 и еще какая-то точка x значит интеграл я хочу доказать что интеграл от a до x f от t dt стремится к интегралу от a до x0 f от t dt при x стремящемся к x0 ну значит это то что мы хотим доказать это определение непрерывности ну как мы это докажем давайте я перенесу давайте вместо этого докажу что их разность стремится к нулю значит интеграл от a до x f от t dt вычесть интеграл от a до x0 f от t dt почему у нас теперь от нуля нет от a или еще от a от a я уже поправил везде от a значит давайте посмотрим на такой интеграл чему он равен то есть на разность интегралов интеграл от a до x f от t dt минус интеграл от a до x0 f от t dt ну это определенный интеграл откуда до куда x0 до x да это вот вот эта вот разность вот она эта площадь значит это интеграл от x0 до x f от t dt f от t dt но с другой стороны мы знаем что f ограниченная функция потому что интегрируема мы доказывали что если функция не является ограниченной то она не интегрируема по крайней мере не интегрируема по римуну в обычном смысле вот ну стало быть про f мы точно знаем что модуль f меньше c давайте тут тоже модуль поставлю значит давайте я сделаю вот так смотрите значит модуль f меньше c на самом деле одну вещь забыл сказать и это кстати полезная вещь значит что модуль интеграла f от t dt не превосходит интеграл модуля f от t dt на одном и том же отрезке интегрирование почему это так почему интеграл модуль не превосходит модуль интеграл как бы это доказать или другой вопрос на что это похоже на модуль суммы и сумму модулей да значит это на самом деле вариация на тему неравенства треугольников ну действительно смотрите у нас интегралы это пределы интегральных сумм значит можно записать интегральную сумму значит можно написать модуль интегральной суммы f от x и t со звездочкой delta x и t и можно сказать что вот такая интегральная сумма не превосходит значит суммы модулей это одна из тех вещей которым мы постоянно пользовались ну давайте считать что у меня там delta x и t сейчас все положительные что у меня интеграл от a до b и b больше a вот но значит если вот такое неравенство верно для любой любого разбиения то значит оно верно и для соответствующего предела то есть для интегралов предельный переход в неравенство предельный переход в неравенство да значит он здесь работает точно так же как он работал всегда ну на самом деле я здесь конечно немножко съедаю некоторый кусок теории потому что по-хорошему мне надо было доказывать что вот для того предела который используется в определении интеграла это же не совсем наш настоящий предел потому что мы определяли предел когда там у нас есть какая-то функция которая зависит от одной переменной а здесь у нас какая-то непонятная штука которая зависит от разбиения значит интегральная сумма это такая штука которая зависит от разбиения И мы смотрим, когда разбиение становится все более-более мелким. Значит, по идее, мне нужно было доказывать, что вот для такого типа пределов работает вся наша теория про пределы, которые мы раньше строили. Но я не буду этого делать. Делать это ровно такими же методами, которые мы вводили раньше. Можно просто переводить один в один. И делать я этого не буду. Значит, тоже телема о предельном переходе в нерависть тоже прекрасным образом работает. И поэтому из вот этого условия для интегральных сумм следует такое же условие для интегралов. Мы вообще поставили модули в наших интегралах, где вот от ADX и от ADX0. Вот здесь вот. Но я хочу доказать, что вот модуль разности вот этих штук стремится к нулю. Это все равно нужно доказать, что вот эта штука стремится к вот этой штуке. То есть если у вас модуль разности двух чисел стремится к нулю, то автоматически это значит, что одна штука стремится к другой. Значит, я поставил здесь модуль, теперь у меня остался здесь модуль. Теперь я просто продолжу это неравенство. Таким образом, что это не превосходит интеграл от X0 до X, модуль F от T до T. А теперь мы уже знаем, что под интегральное выражение ограничено какой-то константой C. И значит, это не превосходит C умножить на X минус X0. И это стремится к нулю. Значит, вот мы доказали то, что интеграл как функция своего верхнего предела, значит, это какая-то ограниченная функция, это просто, это всегда непрерывная функция. Вот. Хорошо. Значит, я думаю, что у вас есть сейчас некоторое уже представление о том, какими бывают интегралы. Давайте, наверное, еще одну вещь нужно сказать про нахождение интегралов. Вообще история про нахождение интегралов – это какая-то такая необъятная тема. Можно там отдельный курс читать просто про техники интегрирования. Но я совершенно не хочу этого делать, потому что, скорее всего, даже если вы столкнетесь с каким-то нетривиальным интегралом, ну, скорее всего, вы его засунете в какую-нибудь систему компьютерной алгебры, в какую-нибудь в Альфрам-Альфа или в СИМПА или еще куда-нибудь, и в ответ получите либо готовый ответ, либо информацию о том, что такой интеграл не существует. Невозможно его найти в элементарных функциях. Но полезно представлять хотя бы некоторые простые способы интегрирования. Поэтому мы обсуждали замену переменных, мы обсуждали интегрирование по частям. Но давайте я еще пару слов скажу про интегрирование рациональных функций. Я не знаю, в последнем листочке были ли такие задачки. Я правда думаю, что вряд ли вы до них добрались. Кто-нибудь добрался до последнего или предпоследнего номера в последнем листочке семинарском? А что там? Ну вот, например, такие функции, скажем, интеграл dx разделить на x квадрат минус 5x плюс 6. Что-нибудь в таком роде. Да, добрались. Кто-то добрался. Хорошо, давайте я еще пару слов просто про это скажу. Значит, смотрите, всякие такие задачки решаются такими немножко муторными методами. Но, как правило, такие задачки, в принципе, все такие задачки решаются, по крайней мере, до тех пор, пока вы можете разложить знаменатель на множители. Вот если вы можете разложить знаменатель на множители, то вы можете свести такую задачку к интегрированию рациональных функций, про которые вы знаете, как они интегрируются. Ну, давайте я какой-нибудь пример разберу. Ну, вот, допустим, то, что я сейчас написал. Я сейчас в какой-то мере от фонаря написал эту штуку. Значит, x квадрат минус 5x плюс 6. Это мне удалось сделать так, чтобы корни находились. Ну, да, вроде удалось. x минус 2, x минус 3. Значит, давайте посмотрим, что получается. Значит, это есть… Значит, я преобразую выражение под знаком интеграла. x разделить на x квадрат минус 5x плюс 6. Это что такое? Это есть x разделить на x минус 2, x минус 3. Значит, что теперь можно сделать со всей этой штукой? Значит, как бы ее нам теперь преобразовать? В идеале я бы хотел бы теперь сделать такую вещь. Хотел бы представить эту дробь в виде дробей, в виде какой-то комбинации, в виде какой-то суммы дробей, у которых просто есть отдельный знаменатель x минус 2 и отдельный знаменатель x минус 3. То есть я хотел бы написать что-то в таком стиле, что вот эта штука равняется а разделить на x минус 2 плюс b разделить на x минус 3. Почему я думаю, что у меня это удастся сделать? Ну, потому что, смотрите, в числителе сейчас стоит просто x. Это означает, что, с другой стороны, вот если я буду приводить к общему знаменателю вот такое выражение, то здесь, после того, как я приведу к общему знаменателю, у меня в знаменателе появится как раз вот эта штука, а в числителе появится многочлен первой степени от x. То есть выражение, которое по своему типу, такое же, как вот эта штука. Поэтому есть надежда на то, что я подберу значения константа а и b так, чтобы это равенство выполнялось. Ну, давайте попробуем это сделать. Как это сделать? Ну, просто вот взять и попробовать найти эти константы а и b. Значит, если у меня записано выражение а разделить на x минус 2 плюс b разделить на x минус 3, значит, а x минус 3 плюс b x минус 2 разделить на x минус 2 x минус 3. Значит, это что такое? Что у нас в числителе остается? Получается а плюс b на x минус 3а и минус 2b. Значит, теперь я хочу, чтобы выражение в числителе просто совпадало бы с x. Как этого добиться? Но мне для этого нужно решить такую линейную систему. a плюс b равняется 1, а минус 3а минус 2b чему равняется? Нулю. Нулю. Ну, давайте мы эту систему решим. Что это линейная система из двух уравнений? Когда-то в пятом классе такие проходят. Давайте попробуем это решить. Значит, что получается? Что-то сложно. a плюс b равняется 1. А минус 2b чему равняется? А равняется? Минус 2b равняется 3. Первое уравнение, по крайней мере, правильно работает. И второе вроде тоже правильно. 2х3, 6. Минус 2х3, да. Окей. Согласен. То есть разложили эту штуку таким образом. Значит, сказали, что вот это все выражение у нас равняется. Значит, минус 2 разделить на x минус 2. Таким образом, наш исходный интеграл x dx разделить на x минус 2х минус 3 представляется в виде суммы интегралов. Минус 2 dx разделить на x минус 2 плюс 3 dx разделить на x минус 3. Вот. Что теперь делать с этими оставшимися интеграличками? Значит, чему равняется интеграл? Ну, понятно, константа всегда можно вынести. Константа нам ничего не портит. Остается интеграл вида dx разделить на x минус 2. Или dx разделить на x минус 3. Чему такой интеграл равен? nx минус 2. Да. Значит, можно сделать теперь замену переменных. Значит, можно сказать такую вещь. Вот. Мне нужно посчитать интеграл от dx x минус 2. Ну, давайте. Что такое x минус 2? Это просто я взял и сдвинул ось координат. Или что то же самое. Я просто сделал замену t. То есть можно сделать замену t равняется x минус 2. Тогда dt равняется dx. У нас никакого сжатия или растяжения горизонтальной оси не происходит. Потому что это просто сдвиг. Поэтому происходит просто вот такая штука. Значит, это то же самое, что интеграл dt разделить на t. То есть это все равно, что логарифм модуля t. Ну, а теперь нужно сделать обратную замену. Логарифм модуля x минус 2. Ну, и то же самое с интегралом от x минус 3. Значит, в результате получается, что вся эта штука равняется какому-то такому выражению. Это минус 2 логарифма модуль x минус 2 плюс 3 логарифм модуля x минус 3. Ну, как-то так. Надо еще плюс константу написать в знак того, что это неопределенный интеграл. У нас есть некоторое семейство функций. Ну, и на самом деле здесь на разных отрезочках вот у нас есть как бы у нас подинтегральное выражение. Оно непрерывно на... Ну, вот у нас есть две точки разрыва 2 и 3. Ну, и понятно, что на самом деле у меня этот интеграл, он как бы по отдельности определен. На луче до двойки, на интервале от двойки до тройки и на луче от тройки вправо. Значит, и вот это равенство навсегда работает, но константы c, вообще говоря, могут быть разными на этих разных интервалах. Вот. Ну, вот один из примеров, как считать интегралы от рациональных функций. Значит, этот пример... Значит, вот такая конструкция работает в том случае, если вы можете разложить знаменатель вот на такие вот... Значит, просто в произведении многочлена в первой степени. Здесь в числителе мог бы оказаться не x, а что-нибудь другое. Если бы в числителе оказался не x, а, например, x квадрат или x куб, но это бы означало, что просто нужно... Значит, это бы означало, что нужно сделать так, чтобы в числителе была бы степень многочлена, которая была бы степень многочлена меньше, чем в знаменателе. Ну, на самом деле, это всегда можно сделать, потому что, если у вас есть выражение вида p от x делить на q от x, где p, давайте, pn разделить на q, m, и если n оказалось больше, чем m, то можно поделить с остатком. Значит, тогда pn от x разделить на q, m от x. Это есть какой-то остаток r степени строго меньше m. От x. То есть индекс nm – это степень многочлена, правильно? Сейчас, да. Да, значит, это индекс, это степень многочлена. Значит, если я делю одно на другое с остатком, то это что означает? Это означает, что у меня вот здесь остается остаток. Значит, он степени строго меньше m от x разделить на q, m от x. И плюс, собственно говоря, какое-то частное, но давайте я обозначу через q, нет, q у меня уже задействовано, пусть будет t, какой-то кат из степени от x. Значит, степень просто строго меньше. Насколько она меньше, сколько получится? А почему нужно быть такое условие, чтобы степень числителя была меньше? Ну, сейчас, значит. У меня условие, в смысле, вот здесь вот условие, чтобы степень числителя была меньше. Ну, смотрите, это как деление с остатком чисел. Вот что такое остаток? Остаток – это такая штука, которая строго меньше, чем... Как она называется? Делитель. Я понимаю, что когда мы разделим, там будет меньше степени. Я имела в виду, для чего нам это нужно, почему-то... Для чего нам это нужно, смотрите. Значит, идея такая, что... Ну, вот допустим, что у нас задачка не такая, какая у меня здесь была, когда вот здесь вот стоит x. А вот допустим, что здесь у меня написано какой-то многочлен в высокой степени. Тогда, если бы я попытался бы... Вот, если бы я пытался бы решать вот такого типа задачку, значит, у меня здесь бы не получилось бы подобрать коэффициенты а и b. Потому что, когда я... Ну, вот когда я записываю вот такое выражение, когда я буду приводить подобные слагаемые, у меня в числителе обязательно возникнет многочлен. Ну, вот, в той же степени, которая здесь была знаменатель. Точнее, даже на единицу меньше, чем степень знаменателя. Допустим, было бы здесь три скобки, значит, у меня бы многочленение было бы... В числителе была бы степень 2. Поэтому я хочу, чтобы вот этот прием сделать, чтобы разложить дробь вот в сумму таких простейших дробей. Я хочу, чтобы у меня степень числителя была бы строго меньше, чем степень знаменателя. И это делается просто вот делением. Делением с остатком. Уметьте многочлен-многочлен делить с остатком. Допустим, вот у вас есть... Ну, да, конечно. Х квадрат плюс 5х плюс 7. По схеме Горнера? Да, в столбик просто. Да, да, да. Просто вот как числа делятся, допустим. Привет, Ольга Робертовна. Я его могу поделить... Могу поделить на что-нибудь, допустим, на х-2. Ну, это простой пример, но давайте попробуем. Если кто-то никогда этого не видел. Значит, делается ровно точно так же, как вы делите числа уголком. Значит, мне нужно взять вот такой кусочек этого многочлена. Значит, у меня здесь степень х квадрат, здесь х. Ну, значит, здесь я должен написать х, чтобы убить вот этот х квадрат. Значит, у меня остается х квадрат минус 2х. Значит, дальше у меня нужно вычесть. 5х минус минус 2х, ну, это 7х. 7х плюс 7 разделить на х минус 2. Ну, это плюс 7. То есть здесь остается 7х минус 14. Ну, остается 21. Значит, я знаю, что х квадрат плюс 5х плюс 7 разделить на х минус 2 равняется х плюс 7 плюс 21 разделить на х минус 2. Поделил. И так всегда можно сделать. Поэтому, на самом деле, мы всегда можем свести такого типа задачку к задаче, в которой в числителе стоит что-то. Ну, понятно, вот такую штуку мы легко продифференцируем. Простите, проинтегрируем. А дальше интегрирование вот такой штуки, опять же, сводится к тому, что мы умеем интегрировать такого типа дроби, если у нас в знаменателе просто вот такая штука, просто, допустим, в одночлен. Дочнее, не одночлен, а линейный двучлен. Вот. Поэтому, если так оказалось, что вот здесь вот в числителе оказалась какая-то большая степень, ну, первое действие, которое нужно сделать, это поделить числитель на знаменатель, и все получится. Еще одна гадость, которая здесь может возникнуть, это может так оказаться, что у вас за знаменатель вот в такие вот, вот в такую вот штуку не раскладывается. Но тут другой метод срабатывает. Значит, вот, допустим, у вас какая-нибудь такая штука, допустим, у вас интеграл dx разделить на x квадрат плюс 2x плюс 1, например. Ну, хорошо, давайте не плюс 1, давайте плюс 2. Например, так. Значит, что с такой штукой делать? Значит, если вы посчитаете дискриминант вот этого квадратного трехчлена, то он будет отрицательным. Значит, что в таком случае сделать? Здесь знаменатель не раскладывается на множители. Можно знаменатель представить, как t квадрат какой-то плюс 1, и вроде это сводится к карктангенсу или что-то такое, тригонометрическая функция какая-то. Да, совершенно верно, именно карктангенсу она и сводится. Значит, действительно, давайте посмотрим. Можно выразить полный квадрат. Значит, x квадрат плюс 2x плюс 2. Это все равно, что x квадрат плюс 2x плюс 1 плюс 1. А это все равно, что x плюс 1 в квадрате плюс 1. Значит, опять же, если у вас знаменатель не раскладывается на множители, то это просто означает, что у вас в знаменателе какой-то квадрат... Ну, если у вас знаменатель именно квадратный трехшен, это означает, что у вас в знаменателе какая-то функция, у которой график – это вот такая парабола, которая не имеет ни одной точки пересечения с горизонтальной осью. Но вы в любом случае можете сделать горизонтальный сдвиг и эту параболу превратить... Вот у вас была какая-то парабола, вот такая вот. Но вы всегда можете сделать горизонтальный сдвиг и превратить эту параболу в параболу, которая висит, которая симметрична. Но асимметричная парабола – это всегда какая-то штука, типа какая-то константа на x квадрат плюс какая-то еще константа. Значит, ну, собственно говоря, мы здесь именно это и сделали. Дальше можно сделать замену переменных. Значит, t равняется x плюс 1. Опять же, эта замена не влияет на наш масштаб. Поэтому получается интеграл dt разделить на t квадрат плюс 1. Давайте я даже вот что сделаю. Давайте, чтобы было веселее, давайте я здесь напишу не плюс 2, а плюс 3. И здесь тоже напишу плюс 3. Тогда вот здесь будет написано плюс 2. здесь тоже плюс 2. И здесь тоже плюс 2 будет. Замена так и остается. x плюс 1. Значит, задача состоится в том, чтобы найти интеграл вот такой штуки, t квадрат плюс 2. На самом деле мы знаем… И это будет просто… Сейчас. Значит, что-то прокомментировать. Значит, я тут поменял условия. Но что поменялось? Я заменил здесь… Раньше здесь было минус 2, теперь стоит минус… Раньше здесь было плюс 2, теперь стоит плюс 3. Здесь теперь тоже плюс 3, здесь плюс 2, здесь плюс 2. И тут тоже плюс 2. Значит, понятно, что сейчас написано? Получается, что глоб арктатангенс не применить, да? Да, я как раз ради того, чтобы сделать еще одно действие, я как раз заменил плюс единицу на плюс двойку, точнее, плюс двойку на плюс тройку. Значит, вот смотрите, что здесь оказывается у нас. Вознаменатель t квадрат плюс 2. Но мы знаем, что есть функция арктангенс. Мы знаем, что производная арктангенса – это есть единица разделить на t квадрат плюс 1. Значит, я думаю, что когда мы обсуждали производную обратной функции, вы доказывали эту формулу на семинаре. Как бы нам теперь свести вот такую штуку к вот такой штуке? Значит, t квадрат плюс 2 к t квадрат плюс 1. Мы не можем сделать замену t квадрат плюс 1. Непонятно сейчас. Замена – это что-то заменяется на что-то. Что на что вы хотите заменять? t квадрат плюс 1 и dt поменять. Вы хотите сделать замену, типа z равняется t квадрат плюс 1, вот такую? Да, да, ну можно попробовать. Да, но тогда возникнет проблема, потому что у вас dz – это 2t dt, а у вас нет вот этого t dt. Поэтому когда вы будете делать такую замену, вам нужно, значит, у вас вместо вот этого dt нужно будет писать dt, нужно будет писать dz, разделить на 2t. При этом t – это какая-то гадость, а t – это квадратный корень из z минус 1. То есть вы будете вынуждены, когда вы делаете замену, вы будете вынуждены поместить ваше выражение под знаком интеграла вот такую гадость. Вы потом от нее не избавитесь. Да, да, не срабатывает. Не срабатывает такая замена. Вот. Но здесь нужно сделать еще одну замену, только какую? Значит, как бы мне вот эту двойку превратить в единицу? Да, Сергей, правда, пишет. Значит, действительно, делается это так. Заметим, что можно вынести одну вторую за знак интеграла. То есть давайте сделаем из этой двойки единицу просто вот любой ценой. Даже прогенерируем то, что у нас сейчас что-то произойдет с ddt. Просто вынесем одну вторую за знак интеграла. Получается такая штука. Значит, одна вторая, интеграл. Значит, здесь получается t квадрат пополам плюс 1. Здесь получается dt. Ну вот все хорошо, но только теперь у меня, в общем, почти арктангеность, только в арктангенстве здесь t квадрат, а тут t квадрат пополам. Значит, давайте мы это так запишем. Давайте мы скажем, что это одна вторая интеграла dt разделить на t, деленное на корень из 2 в квадрате плюс 1. И вот теперь можно сделать новую замену. Эта замена уже будет линейная. Линейные замены, которые просто меняют масштаб и делают сдвиги, они всегда безопасны в том смысле, что хуже они не сделают, как правило. У вас не может вынести странное при замене дифференциалов. Получается вот такая штука. Одна вторая. Интеграл. Значит, что мне нужно теперь сказать? Какой коэффициент мне нужно вынести? Значит, если z равняется t делить на корень из 2, то dz равняется dt делить на корень из 2. Значит, корень из 2 dz равняется dt. Здесь вылазит корень из 2 dz разделить на z квадрат плюс 1. И вот теперь, но здесь остается корень из 2 пополам, арктангенса z квадрат плюс 1. Что такое z квадрат плюс 1? Это... z квадрат плюс 1 – это ровно то, что у нас стоит в знаменателе. Если мы сделаем обратную замену, то мы как раз увидим, что это ровно то же самое, что у нас изначально стояло в знаменателе. x квадрат плюс 2x плюс 3. Погодите секундочку, а можно вопрос? Давайте. Хорошо, вот мы вынесли корень из 2. У нас, получается, под интегральным выражением остается 1 делить на z квадрат плюс 1. Ну, dz. Соответственно, это арктангенс от z. Арктангенс от z. z – это dt делить на корень из 2. Я, конечно, не ерунду. Значит, там x плюс 1 делить на корень из 2. Я, конечно, не ерунду написал. Я слишком попытался сэкономить на том, чтобы не делать обратную замену. Внимательно, и ошибся, конечно. Значит, у нас… Давайте я все-таки сделаю эту замену аккуратно. t. Значит, у нас z равняется t делить на корень из 2. А с другой стороны… Значит, это такое t. t – это x плюс 1. Значит, x плюс 1 разделить на корень из 2. Вот так. Спасибо. Теперь правда. Правда. Ура. Вот. Соответственно, вот такая штука получается, если у вас в знаменателе стоит какой-то квадратный трехчлен, который не раскладывается на множество. Там неожиданно образом вместо логарифмов вылезают арктангенсы. Ну, давайте другой пример рассмотрим. Значит, понятно ли с этим примером? Давайте еще один пример рассмотрим. Интеграл x dx разделить на x квадрат плюс 2. А вот такая штука, чего равняется. Как такой интеграл найти? Ну, вообще, x квадрат плюс 2 можно взять за t. dt – это будет 2x dx. Да. То есть здесь можно заметить, что если вы видите x dx, а все остальное выражение зависит только от x квадрата, то это как раз явный признак, что вам нужно делать замену переменных типа t равняется x квадрата. Ну, или x квадрат плюс константа, как удобнее. Действительно, можно сделать замену t равняется x квадрат плюс 2. Тогда dt – это и есть 2x dx. Значит, получается, что эта штука такая. Значит, 1, 2 интеграл dt разделить на t. То есть 1, 2 логарифм модуль t. То есть 1, 2 логарифм модуль x квадрат плюс 2. А почему там 1, 2, а не 2? Ну, смотрите, значит, я, когда делаю такую замену, я должен аккуратно проследить за моими дифференциалами. Значит, здесь написано x dx. А dt – это 2x dx. Значит, dt вдвое больше, чем мне нужно, поэтому я должен его поделить пополам. Как вы немножко освоились на семинарах с вот этими вот преобразованиями дифференциалов, кем бы они ни были? Значит, тут в данном контексте нет никакой большой науки. Мы просто считаем, что вот всегда у нас, если у нас есть какой-то, значит, если у нас есть какая-то зависимость t равняется t от x, то dt равняется t штрих умножить на dx. Ну и в обратную сторону тоже работает. И это всегда так работает. То есть в данном случае, например, у меня t равняется x квадрат плюс 2. Ну, значит, мне нужно продифференцировать эту штуку, получить 2x, и вот получается вот такая зависимость. dt равняется 2x dx. И дальше я могу как бы вот… Вся моя формула замены переменок, в общем-то, сводится вот к такого рода равенствам дифференциалов. Можно еще спросить? А вы, по-моему, вот на прошлых лекциях говорили, что если функция интегрируема, то она непрерывна. А сейчас мы доказали, что есть устраненные разрывы, например, тогда тоже можно интегрировать. То есть теперь утверждение, что если функция интегрируема, то она непрерывно неправильная, да? Нет, почему? Ну, как компликация работает? Я говорю, что если функция интегрируема, Сейчас, нет, неправильно, сейчас, подождите. Мы доказывали следующее утверждение. Мы доказывали такие утверждения. Непрерывно, следовательно, интегрируемо. Второе утверждение интегрируемо, следовательно, ограничено. Вот такие два утверждения мы когда-то формулировали. Первое просто формулировали, второе доказывали. Ни от одного из этих утверждений я не отказываюсь. Оба верны. Сейчас мы добавили к этому первому утверждению. Мы сказали, что не только при непрерывности функции интегрируема, но непрерывность плюс конечное число точек разрыва, типа скачок. Конечное число скачков. Следовательно, интегрируем. Никогда в обратную сторону у нас не было никаких утверждений, связанных с непрерывностью. Мы никогда не делали никаких утверждений, типа того, что если функция интегрируема, то она непрерывная. Это неправда. И даже вот такое утверждение неправда. Неправда, что если функция интегрируема, то у нее обязательно конечное число скачков. Это тоже неправда. Спасибо. Можно привести какой-то пример. Так, ну что, давайте еще вопросы. Хорошо. Ну, если вопросов нет, тогда на сегодня все. Сейчас буду придумывать вам листочек на завтра, на завтрашние семинары. Спасибо за эту шикарную самостоятельность. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.